Всем добрый вечер. Рада принять возможность принять участие в вебинаре, посвященном теме гастростомии у пациентов со спинальной мышечной атрофией. Позвольте представиться. Меня зовут Корнилова Анна Борисовна. Я врач-эндоскопист, заведующий отделением эндоскопии в детской городской больнице номер один города Санкт-Петербурга. И тема сегодняшней нашей беседы это гастростомия. С одной стороны, тема известная, не новая, но с другой стороны, когда возникает необходимость установки гастростомы пациентам, возникает много вопросов как у пациентов, у родителей, так и у персонала медицинского. Поэтому попробуем сегодня разобраться с основными вопросами. Спинальная мышечная атрофия – это наследственное генетическое заболевание, которое приводит к прогрессирующей мышечной атрофии и слабости. В зависимости от возраста, манифестации, степень проявления симптомов выделяют четыре типа этого заболевания. Наиболее сложное, наиболее тяжелое – это первый и второй тип. Здесь большее количество проявлений поражений различных органов и систем. И вот в частности, проблемы с пищеварением и вопросы гастростомии наиболее актуальны, конечно, для пациентов. Спинальная мышечная атрофия первого и второго типа. Какие же нарушения, какие клинические проявления мы наблюдаем у пациентов со спинальной мышечной атрофией? Это ослабленные почлевой, сосательные и глотательные рефлексы. Это бульбарная дисфункция и дисфагия. То есть мы отмечаем нарушение глотания и поперхивания. Также нередко сложности при открывании рта, контроле языка, слабость жевательных мышц, повышенная утомляемость, затруднение контроля положения головы и позы. Это все влияет на функцию глотания и может увеличивать продолжительность приема пищи. В связи с вот этими моментами возникает риск аспирации пищи, попадания пищи в дыхательные пути и развитие аспирационной пневмонии. Также нередко встречается у пациентов гастроэзофагиальный рефлекс, то есть это заброс желудочного содержимого в пищевод. Это также риск аспирации и развитие аспирационной пневмонии. Нередко это нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, такие как запоры, задержка роста, весовых прибавок, метаболические нарушения очень часто встречаются. Возникает остеопороз, ожирение, ожирение за счет нарушения липидного обмена и также за счет снижения мышечной массы, увеличения жировой массы. И вот такой немаловажный пункт, дальше мы поговорим о нем, это развитие контрактур и деформации грудной клетки. Проводились в различных странах, так называемые мультицентровые исследования, в которых участвовали много клиник, для того, чтобы определить, как часто возникают проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом у пациентов со спинальной мышечной атрофией. И вот здесь я привела как раз два исследования. Одно исследование проведено во Франции было, второе – пациенты Великобритании и Италии. И исследовались, опрашивались родители пациентов СМА первого типа и СМА второго типа. И вот здесь вы видите проценты, как часто встречаются те нарушения, о которых мы говорили чуть ранее. То есть 93% родителей сообщали о трудностях кормления ребенка и вот это и длительный прием пищи, и утомляемость, и отказ от еды, и гастроэзофагиальный рефлекс, нарушение глотания. Все это встречается более чем в 50% случаев. Важность правильного питания для таких деток, она неоспорима. И вот есть брошюра фонда СМА, очень хорошо здесь все написано, указано как раз, какие моменты, какие факторы важны, на что следует обратить, и для чего нужна организация правильного питания, то есть это и улучшение роста, и улучшение дыхания, предотвращение заболеваний, улучшение моторной функции. Все это в конечном итоге приводит к улучшению качества жизни, и очень важно вот эти вот моменты учитывать, обращать на них внимание. Для обеспечения правильного питания в некоторых случаях может потребоваться использование, применение вспомогательных методов доставки питания, таких как зонт и гастростома. И в каких же случаях, когда мы начинаем вести речь о гастростоме? Три основных момента – это при установлении невозможности проглатывания пищи, то, что связано с бульбарными нарушениями, с нарушением нейромышечной передачи, при большом риске аспирационного синдрома и при нутритивной недостаточности. Вот этот пункт достаточно важный, потому что часто нарушение глотания вроде бы как ясно и понятно, для чего устанавливается гастростома, а при нутритивной недостаточности этот вопрос даже не возникает. Тем не менее, сейчас вот в настоящее время уже стало понятно, что вот этот пункт, тяжелая нутритивная недостаточность – это также показания для гастростомии, гастростомы необходимы в этой ситуации, даже несмотря на то, что функция глотания все-таки сохранена. И эти пункты, они четко прописаны в клинических рекомендациях по лечению и наблюдению пациентов со спинальной мышечной атрофией, которые вышли в 2020 году. И мы как медики, конечно, придерживаемся этих клинических рекомендаций. Также в клинических рекомендациях, ну и в принципе, как бы первый этап, когда требуется кормление не только через род, а первый метод, которым используем, это установка зонта. Зонт может быть либо назогастральный, то есть когда он установлен в желудок, либо назойюнальный зонт, когда зонт через носовой ход, через желудок устанавливается в кишку. Сроки использования таких зонтов могут быть самые различные – от 3 до 45 суток. Это зависит от материала, из которого изготовлен зонт. То есть какие-то зонты можно использовать только 3-5 дней, не больше, какие-то могут стоять до 6 недель. Методы установки зонта, которые применяются, ну это вручную, то есть обычная наша установка через носовой ход – это для назогастральных зонтов. Ну а назойюнальные, конечно, здесь уже требуются специальные методы, в частности, это эндоскопический метод. Три варианта по каналу эндоскопа при помощи захватов эндоскопических и по встроению к управителю. При применении назогастрального зонта, то есть, конечно, это удобный метод, удобный способ, но при применении назогастрального зонта все не так просто, и возможно возникновение достаточно серьезных осложнений, которые требуют либо интенсивного лечения, либо даже интенсивной терапии. Что же может возникнуть, что случается при использовании назогастрального зонта? Это травмы носоглотки, гортани и пищеводы, возможно, даже перфорация при установке. Это гиперсекреция слизистой, поскольку зонд все-таки это инородное тело, поэтому слизистая начинает реагировать, и при такой гиперсекреции нередко возникает воспалительное заболевание лорорганов, то есть это и риниты, и синуситы. Это пролежние кровотечения, возможно, также аспирация желудочного содержимого за счет того, что зонд вызывает неполное смыкание нижнего пищеводного синдра, так называемого, то есть это место перехода из пищевода в желудок, то есть тот участок, тот отдел желудочно-кишечного тракта, который препятствует запросу желудочного содержимого в пищевод. Ну и, соответственно, из-за аспирации могут быть и бронхиты, и пневмонии. Это эрозивный изофагит, также вследствие рефлюкса заброса желудочного содержимого, и в некоторых случаях, в тяжелых случаях, может развиться даже анемия, поскольку эрозии вызывают в некоторых ситуациях кровопотери. Структура пищевода – это сужение пищевода, сужение просвета за счет воспалительных изменений, рубцовых изменений, которые возникают при длительном использовании, в течение длительного времени уже это осложнение может появиться. Также отрыв дистальной части зонда. У нас были пациенты, которые приезжали к нам, и приходилось удалять эндоскопически часть зонда, которая отрывалась, переламывался зонд, и оставался дистальный вот этот кончик в желудке, и удаляли эндоскопически. Ну и вот такое нечасто слабо встречающееся, но, тем не менее, спонтанное формирование узла зонда описано, когда на дистальном конце образуется узел, и это затрудняет извлечение зонда, то есть он уже может не так легко или не проходить через носовые входы. В связи с этим, конечно, во многих клинических рекомендациях при различных заболеваниях, при различных патологиях, мы можем видеть, что зондовое питание более 4-6 недель, иногда до 8 недель, 4-8 недель – это показания гастростомии. То есть когда мы понимаем, что зондовое питание будет у нас длиться больше двух месяцев, здесь следует рассматривать уже вопрос об установке гастростомы. Кроме того, длительное применение назогастрального зонда – это еще вот такие определенные проблемы, что регулярная замена зонда – это стресс для родителей и стресс для ребенка. Довольно часто нужно услышать от родителей, что мы боимся, нам страшно, или ребенок уже знает, что будет устанавливаться назогастральный зонд, он понимает, какие неприятные ощущения будет испытывать, и уже это вызывает определенную негативную реакцию. Зонд зачастую затрудняет или ограничивает проведение лечебных процедур, восстановительных процедур. Это эстетические проблемы, поскольку он видим. И, безусловно, все это вместе приводит к снижению реабилитационного потенциала, качества жизни не только ребенка, но и его семьи. Тем не менее, не так просто принять решение о постановке гастростома. Достаточно сложно это дается. Иногда годами люди идут, родители и пациенты, детки, которые старшего возраста, тяжело принимается это решение. Почему? Ну, здесь я привела несколько таких фраз, несколько высказываний, то, что слышим мы при беседе с родителями, что гастростома – еще одно отверстие дополнительное в организме, зонд, понятен, возится через естественное отверстие, а тут надо делать какую-то стому, какую-то дырку. После установки гастростома резбленок не сможет питаться через рот. Это слышим и от родителей, и от медицинских работников. И чаще всего получается, что этот аргумент от врача исходит, что после установки гастростома питание через рот невозможно, хотя, конечно, это не так. И в некоторых ситуациях наличие гастростома и отсутствие назогастрального зонта как раз помогает проводить реабилитационные мероприятия и улучшать функцию глотания. Страх, что мама навредит своему ребенку, если согласится на установку гастростома. За гастростомой очень сложно ухаживать. Безусловно, это страх самой операции, страх наркоза, что часто мы слышим от родителей деток с спинальной мышечной атрофией, потому что, безусловно, все мы понимаем, что наркоз – это воздействие именно на этап нейромышечной передачи. Негативный опыт знакомых, когда кто-то установил гастростому, и, возможно, это было не очень удачно, и поэтому такой пример, конечно, не способствует принятию решения. Ну и вот картинки здесь привела, потому что, конечно, могу тебе сказать, что раньше, когда я слышала слово гастростома, то возникает в голове, в нашем представлении вот такие некрасивые, пугающие слайды, картины, и, конечно, хочется максимально оттянуть этот момент установки гастростома. Но на сегодняшний день, и то, о чем мы будем говорить сегодня, гастростома выглядит вот таким образом. То есть это малоинвазивная установка, сейчас появились методы, которые позволяют это делать. Это удобство в уходе, это эстетичный внешний вид. Немножко о терминологии, то есть то, что можно услышать, когда мы обсуждаем тему гастростомии. Гастростома, само слово гастростома – это искусственное отверстие, которое соединяет переднюю брюшную стенку с желудком. Гастростомия – это операция, хирургическая операция, которая заключается в создании искусственного входа в желудок через переднюю брюшную стенку с целью кормления пациента при невозможности приема пищи через рот. И гастростомическая трубка – это медицинское изделие, трубочка, которая устанавливается в гастростом позволяет проводить, вводить питание и лекарственные препараты, вводится это все непосредственно в желудок. Какие методики гастростомии на сегодняшний день нам доступны? Ну вот первым пунктом я указала эндоскопическую гастростомию, поскольку сейчас наиболее часто мы используем ее, и безусловно для пациентов со спинальной мышечной атрофией, она является приоритетным методом. Есть установка гастростома под рентгенологическим контролем, не так часто она встречается, и в основном этот метод очень хорош для пациентов, у которых есть выраженное сужение пищевода, когда невозможно провести эндоскоп. Лапароскопическая гастростомия, то есть это уже хирургические методики, но лапароскопическая установка, она также относится все-таки к малоинвазивным методам. Ну и привычная традиционная хирургическая гастростомия, это лапаротомия, то есть то, что как раз вызывает большинство страхов, и то, от чего хочется уйти. В некоторых случаях, кроме постановки гастростома, может быть необходима фунтапликация, то есть антирефлюксная операция, так называемая, создание манжеты в области перехода пищевода в желудок для того, чтобы препятствовать забросу желудочного содержимого в пищевод. Вот здесь как раз на картинке указано, то есть вот создается из стенки желудка такая вот манжетка, которая укрепляет нижний пищеводный сфинкер и препятствует забросу желудочного сока в пищевод. Тем самым это уменьшает риск аспирации. В чем же преимущество эндоскопической гастростомии, почему мы ее ставим на первое место, и она является методикой, методом выбора при решении вопроса о гастростомии? Это короткое время операции, то есть это порядка 7-15 минут. Подстановка таким методом, возможно, пациентам с первых месяцев жизни, но здесь важен не только возраст, но и вес, то есть вот по данным литературы, от 3 килограмм уже возможна установка. У нас пациенты были, которым устанавливали гастростому, вес у них был 3200. Почему бы на вес обращаем внимание, поскольку бывают дети недоношенные, поэтому, конечно, здесь большее значение имеет вес, нежели возраст ребенка. Низкая частота осложнений у этого метода по сравнению с лапаратомными методами. Малоинвазивность, то есть это пункция, происходит прокалывание передней брюшной стенки и стенки желудка. Мы не выполняем разрезов в ткани, есть только кожный разрез, небольшой соответствующий диаметру трубки. А дальше это идет такое послойное раздвижение ткани, то есть это мало травматично все. Нет швов, не надо подшивать трубку и не надо в дальнейшем эти швы снимать. И вот благодаря тому, что канал стомы соответствует диаметру гастростомической трубки, мы добиваемся хорошей герметичности. При этом методе возможно раннее начало энтерального кормления, то есть уже через 4, по некоторым данным, лекарственные препараты, какие-то возможно уже через 4 часа, в принципе, ввести. А так через 6-8 часов уже возможно начало энтерального кормления, введение препаратов, для сравнения с лапаротомией, при хирургическом методе. Это в сутки и больше, возможно, содержка кормления. Возможность выполнения пациентам различной степени тяжести, пациентам, которые находятся в отделениях реанимации интенсивной терапии. Удобство в уходе, потому что это устанавливаются гастростомические трубки, именно те известные нам мочевые катетеры, которые чаще мы встречаем, и от которых видим достаточно большое количество осложнений и сложности при уходе. При удалении трубки, когда трубку удаляем, понимаем, что больше нет необходимости в гастростоме, ушивание гастростомического отверстия не требуется, оно затягивается самостоятельно в течение нескольких часов. Также это социальная адаптация, реабилитация, особенно если установлены низкопрофильные гастростомические трубки. Какие же виды трубок на сегодняшний день существуют, что мы используем при сегодняшней гастростомии? Принципиально два вида трубок. Первый – это бамперные трубки бамперного типа. Чаще всего эта методика используется, чаще всего устанавливаются эти трубки. Они представляют из себя вот такую вот длинную трубочку. Внутри находится так называемый бампер, то есть вот такая вот площадочка, вот здесь она со стороны желудка видна. Она препятствует выпадению гастростомической трубки из желудка. Снаружи находится наружный фиксатор, который подтягивается до уровня кожи и тем самым предотвращает дислокацию смещения трубки в полость желудка. Есть порты для введения питания и для введения лекарственных препаратов. Различные фирмы изготавливают трубки. Различные виды вот этого вот внутреннего фиксатора мы можем встретить. То есть вот немножечко такой полусферический. Есть плоские совсем площадочки и есть вот такие вот площадочки в виде зонтика. Устанавливаются они путем протягивания через пищевод. Срок использования таких трубок достаточно длительный, то есть до двух лет ими можно пользоваться. Но удаляются они так же, как и устанавливаются, удаляются эндоскопически. То есть требуется госпитализация и требуется наркоз. Второй вариант – это баллонные гастростомические трубки. То есть когда в качестве удерживающего устройства внутреннего у нас баллон, который заполнен дистиллированной водой. Также это баллонные гастростомические трубки. Принципиально они могут быть двух видов. Это длинная баллонная трубка, когда у нас снаружи вот такой вот длинный хвостик, похожий на бамперную трубку. И низкопрофильная трубочка, которая у нас располагается на уровне кожи. Для того, чтобы провести кормление или введение лекарственных препаратов, соединяется длинная трубка, удлинитель, так называемый, удлинительная трубка. На время кормления она подсоединяется к порту трубки, а затем убирается, и трубочка у нас вот такая маленькая на уровне кожи. Нет никаких болтающихся, скажем так, наружных вот этих вот трубок. Эти трубки устанавливаются снаружи. Они уже не протягиваются через пищевод. Устанавливаются они также эндоскопически, но возможны установки прихирургической гастростомии. Они могут использоваться для замены любых других трубок. Единственное, что здесь нужно подобрать соответствующий диаметр и диаметры таких трубок. Они от 12, то есть от маленького размера 12 френч до 30 френчей. Это у длинной баллонной трубки такие разные, у низкопрофильной чуть меньше диаметр. То есть эти низкопрофильные трубки, они до 24 френчей в диаметре. Поэтому тоже необходимо учитывать, но здесь это больше для взрослых пациентов, такие размеры, что у детей все-таки мы используем до 20-го размера гастростомические трубки, до 20 френчей. Срок использования этих трубок уже 4-6 месяцев, определяется он сроком службы баллона. Но замена этих трубок не требует госпитализации, наркоза, и, возможно, это замена в домашних условиях. Вот низкопрофильная гастростомическая трубка, или кнопка, как еще называют часто, вот так вот она выглядит на уровне кожи расположена. И вот удлинительная трубочка подсоединена для кормления, для введения лекарств, ну или, если необходимо, для того, чтобы убрать излишнее содержимое желудка. Еще один вариант, еще один вид баллонной трубки – это гастроюнальная трубка. В некоторых ситуациях требуется кормление пациентов не в желудок, а в тонкую кишку. И тогда вот эти трубки, конечно, очень нас выручают. Есть два варианта. Есть длинные баллоны, вот эти длинные гастроюнальные трубки, когда у нас тоже снаружи вот такая вот длинная часть, вот здесь как раз на слайде ребенок у нас установлены длинные гастроюнальные трубки. И есть низкопрофильный вариант, когда тоже так же, как и кнопочка, как гастростомическая трубка, это все расположено на уровне кожи. И внутри баллон в качестве удерживающего устройства. Возможно, как первичная установка, когда сразу изначально ставится такая трубка, но также возможно установить эту трубку через уже имеющуюся гастростому. И в ситуациях, когда необходимо. Как в любой операции, к эндоскопической гастростомии также есть противопоказания. Но они в большей степени, точнее, в большей степени, они характерны не только для эндоскопической гастростомии, но и для гастростомии вообще. Это септис, асцит, перитонит, то есть любое тяжелое состояние, тяжелое нарушение свертывающей системы крови, инфекционные процессы передней брюшной стенки. Такое состояние, как портальная гипертензия с варикозным расширением вен, то есть это высокий риск кровотечения при проведении операции, ну и в послеоперационном периоде. Для эндоскопических методик важно очень, чтобы не было тяжелого нарушения анатомии внутренних органов, потому что это затрудняет или делает невозможным установку гастростомической трубки такими методами, потому что не видим мы вот так необходимой нам транслилминации светового пятна на передней брюшной стенке. Обструкция выходного отдела желудка и микрогастрея, то есть это те моменты, которые могут не позволить нам установить гастростому. Что необходимо, какие варианты обследования, как принимается решение для того, что нужно поставить гастростому. Первое – это определение показаний и выбор методики, каким же методом будет установлена гастростомическая трубка. Здесь всегда это решение принимается несколькими специалистами, то есть могут участвовать и педиатр, и невролог, и хирург, эндоскопист, гастроэнтеролог, различные профильные специалисты. Ну, иногда даже может потребоваться консультация, помощь психолога, потому что, как уже говорили, достаточно сложно решиться на эту манипуляцию, на эту операцию, сложно принять это решение. Зачастую требуется обследование перед проведением гастростомии. Это для исключения и язвенного процесса, выявления рефлюкса или выявления каких-то анатомических особенностей, которые не позволят нам провести операцию. Ну, вот здесь на слайде как раз представлен вариант рентген-контрастного исследования, вот этот гастроэзофагиальный рефлюкс, о котором мы говорили раньше, то, что может наблюдаться у деток с спинальной мышечной атрофией, то есть заполненным контрастом желудок, и заброс вот такой вот большой, иногда это бывает совсем высокий рефлюкс, высокий заброс контраста, то есть мы понимаем, что эта ситуация, она есть, она никуда не денется после установки гастростомы, риск аспирации, аспирационных пневмоний у нас не будет ликвидирован. Какие же методы эндоскопической гастростомии в педиатрии мы сейчас используем, что мы применяем? Это две методики, которые вы можете прочитать, увидеть в различных источниках. Это чрезкожная эндоскопическая гастростомия, вот такая аббревиатура, как ПЭК часто встречается. С 1979 года этот метод используется, и это метод установок в трубах бамперного типа, то есть вот с площадочкой, такой в полости желудка, которая расположена. И прямая пункционная гастростомия, это установка баллонных трубок, как длинных, так и низкопрофильных. Устанавливаются они с помощью набора для гастроэпексии. Ну вот на слайдах представлены как раз этапы чрезкожной эндоскопической гастростомии, то есть вот то световое пятно, которое нам необходимо, чтобы мы выбрали место пункции, пропунктировали безопасно. Изнутри это вот этапы пункции, проведение нити проводника, и дальше через рот мы протаскиваем трубочку, внутри вот этот вот бампер, площадка удерживающая, и снаружи видим длинную установленную трубку. И прямая пункционная гастростомия, как раз вот он набор для установки для гастроэпексии, и трубки, которые мы можем установить, это низкопрофильная и длинная баллонная трубка. На схеме здесь как раз можно видеть, то есть вот фиксаторы, которые мы устанавливаем для гастроэпексии, проводится пункция, и дальше пункция бужирования канала и установка баллонной трубки. Что вот в этом случае, что при вот такой манипуляции, если обратите внимание, то есть нет кровотечения, то есть неизмененная, практически неповрежденная слизистая, то есть все аккуратно, красиво и малоинвазивно. В чем же преимущество именно прямой пункционной гастростомии? Нет протягивания трубки через ротовую полость, это важно помнить, что это не только при установке, но и при замене у нас также площадка должна проходить через пищевод. Если есть какие-то проблемы с пищеводом, воспалительные изменения или сужение пищевода, то это, конечно, очень затрудняет такие вот эти манипуляции. Гастроэпексия – важный момент, потому что это предотвращает риск смягчения желудка как во время операции, так и в раннем послеоперационном периоде. Герметичность, то есть подбор низкопрофильной трубки у нас идет строго по длине канала стомы и ситуация, когда по тем или иным причинам мы не можем использовать, подобрать, нет у нас, допустим, в наличии трубки необходимой длины, то лучше установить длинную баллонную трубку с последующей заменой на низкопрофильную, но не рисковать и не использовать неподходящие по размеру низкопрофильные трубки. Баллонные трубки, они мало травматичны для слизистой, у них малая площадь прилегания, они достаточно мягкие и нет риска развития тяжелых осложнений в виде так называемого бамперсиндрома, когда появляется раздражение, разрастание, нарастание слизистой на внутреннюю площадку гастростомической трубки. Для смены таких трубок не требуется наркоз и госпитализация, возможно, замена дома, о чем мы уже говорили, но и, безусловно, социальная адаптация и неэстетичные, их легко спрятать под одеждой. Анестезиологическое пособие, которое используется при эндоскопической гастростоме, это, безусловно, вопрос, пункт, который волнует, наверное, одним из первых, это волнует родителей, особенно у пациентов с нарушенной нейромышечной передачей, с неврологическими какими-то проблемами, потому что зачастую боятся больше даже наркоза, нежели самой операции. Поскольку короткое время оперативного обмешательства, вот 7-15 минут, то, соответственно, короткое время наркоза. В настоящее время возможен подбор анестетиков, анестезии с применением препаратов, которые обладают наименьшим влиянием на нейромышечную передачу, в частности, ингаляционные анестетики. То есть не всегда есть необходимость использовать миорелаксанты, которых мы опасаемся при спинальной мышечной атрофии. То есть есть возможности обеспечения анестезиологического проведения таких операций. Наркоз может быть в этом случае либо масочный, либо эндотрахеальный, поскольку нередко уже у пациентов установлена трахеостома или эндотрахеальная трубка используется. Что же, к чему мы отдаем предпочтение, при каким методом гастромии и гастростомии следует отдавать предпочтение при спинальной мышечной атрофии? Это, безусловно, малоинвазивная установка, то есть эндоскопическая и прямая пункционная гастростомия, то есть когда мы устанавливаем, снаружи устанавливаем эту трубочку, устанавливаем баллонные трубки, они, вот этот вот метод должен быть на первом месте. Но чрезкожно-эндоскопическая гастростомия с бамперной трубкой также все-таки она не исключается. И если посмотреть литературные источники зарубежные, то это достаточно часто используется, именно вот этот вот метод, чрезкожно-эндоскопическая гастростомия. Но опять-таки повторюсь, что все-таки преимущество должно быть за прямой функционной гастростамией. Ну и вот при наличии гастроэзофагиального рефлюкса, то, что мы обсуждали чуть ранее, вот тут слайд, если вспомните, да, где есть заброс контраста в пищевод, что при наличии гастроэзофагиального рефлюкса рекомендуется лапароскопическая фундаппликация, то есть укрепление вот этого нижнего пищеводного свинтра с одновременной гастростамией, установкой баллонной трубки. И вот это вот положение, оно прописано в клинических рекомендациях по лечению и ведению пациентов со спинальной мышечной атрофией, то есть вот здесь просто четко вот это вот положение, эта рекомендация, она указана. Очень важный такой пункт, такой момент, как своевременная установка гастростома, потому что здесь у нас на весах оказывается польза и риск, и хочется, чтобы от гастростома у нас было больше пользы и меньше рисков возникало при установке. Ну вот как раз наличие скелетных деформаций, то, о чем я говорила в начале нашего обсуждения, наличие скелетных деформаций зачастую влияет на выбор методики. То есть при скелетной деформации может отмечаться смещение желудка или плохая, так называемая, трансулиминация, то есть плохое, недостаточное просвечивание передней брюшной стенки, это все ограничивает или делает невозможным установку гастростомы эндоскопическими методами, малоинвазивными. Поэтому, конечно, лучше решать вопрос, если есть показания, если же показания установлены, то не тянуть установку гастростомы, а делать тогда, когда еще нет выраженных скелетных деформаций. Чем ниже нутритивный статус, тем выше риск осложнения в послеоперационном периоде, то есть это заживление, формирование канала стомы, это риск присоединения инфекционных всяких моментов, это повреждение слизистой и пролежнее. То есть, конечно, когда ослаблен организм, низкий нутритивный статус, ослабление организма, ослабление тканей, и уже не так хорошо они могут заживать, как если бы это была установка произведена чуть раньше. Такой пункт, как снижение жизненной легкости, легких или ухудшение респираторных функций, это также увеличение риска осложнений в послеоперационном периоде. Ну и опять-таки, возвращаясь к клиническим рекомендациям, на основании которых мы, по которым мы работаем, это вот также указание, да, что должно быть все-таки установка гастростомы как можно более рано, не дожидаясь снижения серьезных дыхательных проблем появления. В чем же преимущество гастростома, в принципе, по сравнению с зондом? Гастростома, гастростомическая трубка не требует частой замены. То есть, если зону мы можем менять раз в несколько дней, ну или раз в месяц, даже если это зон длительного состояния, то гастростомическая трубка все-таки минимум это 4-6 месяцев. Гастростомическая трубка незаметна под одеждой. Она, безусловно, облегчает уход и кормление, то есть наличие гастростома позволяет кормить пациента, кормить ребенка во сне, позволяет вводить специальное питание, лечебные смеси или лекарства, которые не очень приятны, могут быть на вкус. Ну вот такой момент, как же позволяет вводить жидкость, потому что мы всегда помним про питание, но иногда мы забываем о том, что жидкости, достаточное количество жидкости, воды, оно должно быть в рационе, то есть оно должно поступать в организм. Поэтому если в ситуациях, когда у нас гидротация, обезвоживание или отказывается ребенок от еды или во время заболеваний сложно накормить и напоить в первую очередь, то гастростома позволяет вводить необходимое количество жидкости, ну тем самым может не потребоваться внутривенные какие-то инфузии. Безусловно, наличие гастростома позволяет проводить лечебные реабилитационные мероприятия, то есть это не ограничивает, не надо бояться, что если установлена гастростома и гастростомическая трубка, то сразу все ограничения. Нет, наоборот, и зачастую специалисты других профихирургий, ортопеды в частности, они наоборот просят установить сначала гастростому, а потом уже проводить какие-то операции, манипуляции, связанные с ортопедической. Ну это вот просто в качестве примера, как один из вариантов. Наличие гастростома не ограничивает перемещение, то есть здесь возможны и прогулки, и поездки, и весь вариант двигательной активности, который доступен для пациента. Значительно снижен риск самопроизвольного удаления по сравнению с зондом, но поскольку зонд у нас находится, да, выходит из носового хода, и он достаточно длинным может быть, то, конечно, случайно либо задевает, либо если есть маленькие дети в семье, то возможно, что просто выдернули, ну или случайно где-то зацепился во время переодевания, переворачивания, то зонд может удалиться с гастростомической трубкой, конечно, это не происходит, поскольку она у нас находится под одеждой. Ну и безусловно, это не препятствует наличию гастростомы, не препятствует, а в некоторых случаях даже облегчает проведение респираторной терапии, ненавазивной вентиляции легких, поскольку маски, которые используются для этого, здесь нет пресечения маски и назогастрального зонда. Ну, конечно, то, что сейчас у нас доступны, нам есть, существуют и доступны различные методики по установке гастростомы, это позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого пациента, для каждого конкретного случая. То, что есть у нас различные гастростомические трубки, длинные, низкопрофильные, это облегчает уход, позволяет выбрать родителям тот вид трубки, с которым удобно и комфортно им будет осуществлять уход. И это все в конечном итоге улучшает качество жизни семьи. И, конечно, что на сегодняшний день нам доступна информация по гастростоме, по гастростомическим трубкам, по установлению, возможно, консультации специалистов, в том числе благодаря и интернету, и различным онлайн мероприятиям, литературы сейчас доступны, ну и активные, безусловно, обсуждения и решения вопросов через соцсети, различные сообщества, потому что информация, как показал опыт, это очень важно. Благодарю вас за внимание.